Доброе утро, друзья! Сегодня я предложу вам окануться в атмосферу матча, что пройдет сегодня в Турции. Аданадемиаспор Машик Шехир. В турецком чемпионате все плотно и победа одной из команд поднимает ее, возможно, на несколько позиций повыше. И сегодня Аданадемиаспор, клуб, который в первой части чемпионата после смены тренера поставил такие приоритеты, что дома они будут выгрызать максимум, принимает Башик Шехир. Башик Шехир, кстати, находится на четвертой позиции после неудачного старта в марте. Клуб Винченцо Мантелло, а я говорю о Аданадемиаспоре, находится на седьмой позиции. Конечно, у Мантелло больше выбора игроков. Там и был Атель, Айгентола, Варгас, Асамбалонга. Это люди опытные. У Башик Шехира тоже есть достаточно крутой выбор. Например, тот же Стефана Акака, норвежский нападающий Гудбассен. И Башик Шехир, даже находясь не в самой лучшей форме, удалось дать бой на вымертвенере Бахче. Но в последнем туре команда проиграла, Аданадемиаспор не смогла реализовать много моментов. Сегодня, в принципе, одна ошибка может похоронить клуб из Стамбула, который в последнее время не реализует достаточное количество моментов. И если бы все это было реализовано, то клуб был бы выше. По этой игре я скажу следующее. Мне кажется, более голы гости смогут забить. А вот дальше надо будет смотреть. Игра, в принципе, не однозначна. А во второй части чемпионата Башик Шехир достаточно много нарушает. И, естественно, тот был желтый карточек более двух. Не видит с неплохим вариантом. Ну, на этом все, друзья. Это был Кемран Лайфон 4К. В описании будет Телеграм. Подписывайтесь, потому что Ютуб, скорее всего, заблочит. Железный занавес, который был в Советском Союзе, он все-таки падает. И мы будем отрезаны от мира. Надеюсь, Телеграм тоже все-таки не заблокирует. И мы будем как-то общаться с внешним миром. До свидания. Удачи.